В день памяти святых жен Мироносец, святейший патриарх московский в Сеярусе Кирилл с первосвятительским визитом посетил Пятигорскую епархию. В Нальчике представители Русской Церкви возглавил чин Великого Освящения Кафедрального Собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины и совершил в освященном храме Божественную Литургию. Наш телеканал осуществлял из столицы Кабардино-Балкарии прямую трансляцию патриаршего богослужения. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой. Приезд святейшего патриарха Кирилла в столицу Кабардино-Балкарии стал первым посещением предстоятеля Русской Православной Церкви Северокавказского региона за последние несколько веков. Поэтому для православных верующих событие это действительно историческое. К приезду первой иерарха город украсили пасхального цвета информационные полотна, а все центральные республиканские газеты разместили на первых полосах материалы о визите святейшего. Цель первосвятительского визита – великое освящение в Нальчике храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалены. Посвященной небесной покровительнице кабардинской книжны Марии Тимрюковны, царице российской, чей союз с царем Иоанном Грозным ознаменовал вхождение Кабарды в Россию, храм этот стал общенациональной святыней, символом единения и дружбы народов. Впервые за историю нескольких сотен веков патриарх русский посещает территорию Северокавказских республик. Мы этим событием, освящением начинаем празднование 460-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России. Увидеть его святейшество, получить первосвятительское благословение, совершить с патриархом Кириллом соборную молитву, в Нальчик съехались православные верующие из самых дальних уголков республики. У врат храма патриарха Кирилла встречали иерархи русской православной церкви и духовенства. Православный пятикупольный соборный храм с пристроенной колокольней проектировался как самый крупный в Кабардино-Балкарии. Он рассчитан на тысячу человек и был построен за 12 лет. Выдержанный в присущем югу России в византийском стиле, собор стал настоящим украшением Нальчика и его главной архитектурной доминантой. По качанию богослужения святейшего патриарха Кирилла приветствовал архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт, поблагодарив святейшего владыку за визит в Кабардино-Балкарию и освящение собора. Сегодня совершается событие, которое еще предстоит оценить историкам, но тем, кто живет сегодня на благословенном Кавказе, ясно и понятно. С нами наш любящий отец, который прибыл сюда с миссией мира и благословения. От лица духовенства и верующих архиепископ Феофилакт преподнес его святейшеству икону собора Жон Мироносец во главе со святой Марией Магдаленой, а также попросил его святейшества благословить с этого праздничного дня начало вещания в Кабардино-Балкарии православного радио «Вера». Затем со словом приветствия обратился глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков. Русская православная церковь во все времена и эпохи всегда была со своим народом. Делила с ним все беды и все радости, поддерживала его и вдохновляла, скрепляла нравственную основу общественной жизни и самой российской государственности. Сегодня, как и 460 лет назад, мы говорим «Навеки с Россией». Поблагодарив за добрые слова, представитель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвидетельским словом. Здесь историческая традиция нашего многонационального народа. Добрые отношения в первую очередь православных и мусульман, но не только, а всех традиционных религий России должны быть залогом мирной, спокойной и процветающей жизни. И я с особым чувством произношу эти слова здесь, в Нальчике, обращаясь к православным моим братьям и сестрам, которые молились в этом соборе, а также и к мусульманам, и ко всем другим братьям и сестрам. Наша сила в нашем единстве. В дар общине новоосвященного собора святейший патриарх Кирилл передал икону преподобного Серафима Саровского и пасхальное яйцо. Архиепископу Феофилакту, в благодарность за архипастерские труды на Северном Кавказе, предстоятель вручил панагею и крест, изготовленный в память тысячелетия представления святого равноапостольного великого князя Владимира. Высокие церковные награды также получили глава республики Юрий Коков и председатель парламента Татьяна Егорова. На выходе из собора святейший патриарх Кирилл совершил освящение закладных плит для еще двух храмов Пятигорской епархии. Храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Баксан на территории Кабардино-Балкарии и храма святого великомученика и целителя Пантелеимона в Карачаево-Черкесии. В завершении представитель Русской Церкви и глава Кабардино-Балкарской Республики со ступеней собора выпустили в небо белых голубей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова